Него мы покидаем ненадолго. Ходим в небольшой по протяженности Кромерский пролив. Длина его всего-то около километра. Кромерский мост он впереди не такой старый, как может на первый взгляд показаться, даже в 20 веку постройка, но стилизован он как мосты Петровского времени. Сама Петербургская крепость в наше время это музей. Музей истории города с многочисленными филиалами. Здесь же до сих пор работает монетный двор. На всю Россию всего два монетных двора. Один в Москве, а другой у нас в Петербурге. Вот я вам сказала, что крепость это музей. Если бы кому-то из вас вдруг предложили в музее жить все время, постоянно, не думаю, что нашлось бы много желающих. Вот у нас на территории этого музея до недавнего времени был жилой дом. Смотрите вперед за мостом, с правой стороны за стеной трепосла и двухэтажное желтое здание. Лишь позапрошлым летом наконец-то расселили 24 коммунальные его квартиры. А до этого жильцы имели такой официальный адрес. Город Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом номер 15. Со стороны может показаться, что это здорово, во всяком случае престижно. Жили это в историческом центре, а им это не нравилось. В полгие годы жильцы этого номерса лежат в районной инстанции. С левой стороны за скромный ограды скрывается Ленинградский зоопарк. Именно так ленинградский называют его до сих пор. Не стали переименовывать в память о том, что он даже во время войны работал. Но, конечно, не все девятся одни в локадах. Территория у него маленькая, тем не менее, здесь представлено 400 видов животных. Но, правда, вот слона или гемота нет уже лет 30. Смотрите сейчас направо, на крепость. Может быть, стены ее покажутся невысокими. А они широкие, толстые. Толщина этих стен от 8 до 20 метров. Ведь строилась крепость, конечно, как оборонительное сооружение. К счастью, ей ни разу не пришлось участвовать в обороне от внешнего врага. Почти сразу она стала служить политической тюрьмой. И одним из первых хариозников стал старший сын Петра I, царевич Алексей, который принял участие в заговоре. Сам Петропавловский собор на протяжении всей своей истории служил усыпальницей российских императоров. Почти все наши императоры, начиная с самого Петра I, здесь похоронены. И вот не столь давно, в июле, 98-го года, суда из Екатеринбурга перевезли останки последнего российского императора Николая II и членов его семьи. На колокольный собор установлен музыкальный инструмент – коррельон. Он состоит из 51 колокола. Их общий вес – 15 тонн. Имеет диапазон 4 октавы. То есть представьте, на колокольном инструменте можно исполнять музыку от произведений Баха до современных джазовых импровизаций. Вот не в качестве рекламы, а просто как совет. Если пойдете в такой концерт коррельонный, не пожалеете точно, всем понравится. Посмотрите сейчас направо, наверх, на шпиль колокольня Петропавловского собора. Его мечают люди. Ангел с крестом. Крест неподвижен. При очень сильном ветре поворачивается только фигура ангела. Два размера – высота и размах крыльев – по 2,5 метра. А его с крестом почти полтонны. А ангел-хранитель. Считается, что он бережет наш город. От всяческих бед и невзгод. Но ангела-хранителя самого приходится иногда реставрировать и даже менять. Он у нас уже четвертый по счету. Подобенно этого снимали вниз для реставрации 10 лет назад в певеле города. Стоял он в одном из залов кретости. Любой желающий мог его за пятку потрогать. Это ведь не то, что монетку бросит, чей же по кожу будет. А ангела потрудит за пятку. Точно к удаче. Куда еще такая возможность предоставить? С левой стороны здание облицовано красным перпичом. Оно построено в форме подковы. Появилось здесь в средине 19 века. Архитектор Таманский строит его для арсенала. По рисункам самого императора Николая I. Который был прекрасным военным инженером. Сейчас здесь работает очень интересный музей. Но больше он все-таки, наверное, интересен для мужчин. Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Это здание уже в 19 веке появилось. А при Петре I здесь было огромное открытое пространство перед крепостью. Глассис. На нем построили дополнительное земляное укрепление. И построена она была в форме кронверка. Короны. А вот до сих пор вся территория с левой стороны, как и называется, кронверк. А пролив, по которому идет циклоход наш, кронверский пролив. Слева по горку, чуть впереди, стоит небольшой гранитный обелиск. Уже в советское время он здесь появился. В 75-м году стоит на месте казни декабристов. Именно здесь, на восточном валу кронверка, были казнены пятеро руководители этого восстания. Сейчас не так часто это событие вообще вспоминают. Каждый год в июле у этого обелиска собираются потомки декабристов, чтобы почтить их память. Сапутер, когда начинал этот город строить, он действительно хотел, чтобы каждый житель города или на свою собственную лодку, или передвигался в основном по рекам и каналам, так и говорил, здесь будет новый Амстердам. Вот не Венеция, а именно Амстердам. Амстердам, как известно, славится не только каналами, а еще и мостами. Там их около двух тысяч. А Петр вообще не поищал строительство мостов. Строивают только в случае крайней необходимости. Вот впереди тот самый случай, крайней необходимости. Иоанновский мост. Конечно, его не раз перестраивали за три с лишним века, но все-таки это первый мост Петербурга. Строить начинали при Петре, и назывался он тогда Петровский. Вот мы с вами видели уже Чижика-Пыжика. Из уличных скульптур он у нас самый маленький, но, наверное, самый знаменитый. Кроме него в городе есть и кот, и кошка, и добрая собака Гаврюша, и гемотика Тоня, и даже мост с сапогами Герасов на площади Тургенева. Но на мой где самое место? Само собой на площади Тургенева. Здесь, у Иоанновского моста, несколько лет назад тоже поселилось интересное и весьма крупное создание. Смотрите сейчас вперед. За мостом, с левой стороны, на сваре, сидит зайчик, спасшийся от наводнения. Именно так официально называется эта скульптура. Вот опять нам приходится пропускать встречный теплоход. И перед Чижиком, и перед зайчиком. Прям закономерность какая-то. За мостом будете налево смотреть, зайца, надеюсь, не пропустите. В отличие от Чижика, 11-сантиметрового, зайца у нас все-таки крупный. Рост зайца вместе с ушами аж 58 сантиметров.